Переходим к следующему этапу работы с нашим медовым тестом. Тесто охладилось, и сейчас мы будем с вами его раскатывать. Будем придавать тесту форму, у меня это будет цифра 8. Вы можете выбрать любую цифру, любую форму, которая вам нравится. Не обязательно потратить за мной. Нам потребуется скалка, скальпель или нож, вилка, немного муки для припыления и, собственно, наше тесто, да, и силиконовый коврик. Либо коврик, либо пергамент. Если будете работать на пергаменте, то вам нужно будет подстелить тоненькую влажную тряпочку для того, чтобы пергамент не катался, когда вы будете раскатывать тесто. так, включаем нашу духовку для разогрева. Режим конвекция вверх-вниз. И температура 160-170 градусов. Итак, приступаем. Тесто у нас очень липкое, напоминаю. Поэтому в любом случае нам надо припылять мукой. нам не нужно затягивать тесто мукой, нам нужно просто припылять для того, чтобы тесто не прилипало к скалке, к рукам, чтобы работать с ним было комфортно. Можно добавить. Припылять можно довольно обильно, но задача не вмешивать муку в тесто. Вот оно у меня катается. На скалку тоже наносим муку. И начинаем раскатывать наше тесто. Толщину теста вы, конечно, можете варьировать сами. Я рекомендую 2-3, ну максимум 4 мм. Потому что тесто при выпечке еще увеличится в объеме. Чтобы коржи не были слишком толстыми. Еще раз припыляем мукой. Прикладываем нашу восьмерку. И аккуратненько вырезаем. Если вы работаете на силиконовом коврике, будьте осторожны, берегите свои коврики. Чтобы их не порезать. Я чуть-чуть больше вырезаю. Но это не критично. Смотрите. Видите, я не веду ножом по силиконовой поверхности. Я так надрезами иду. И потом контрольно тупой частью пройду, чтобы окончательно соединить тесто от друг от друга. Видите, оно у нас прилипло. Добавляем. 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 Чтобы края у нас были ровные после выпечки. Да? Наша задача подроблять. Восьмерку мы вырезали. Видите, из-за того, что достаточно муки было между тестом и ковриком, здесь тесто снимается довольно легко. Там, где мы чуть больше нажимали, там оно вот прилипло. Да? И займемся нашей серединкой. У нас уже довольно легко отходим тесто. Еще раз пройдитесь по краям, чтобы у вас потом тесто не было рвану. Вилочкой прокалываем тесто, чтобы оно у нас не спузырилось при выпечке. Старайтесь не прокалывать его очень близко к краям, чтобы не было видно. По такому принципу нам нужно сделать еще 2 восьмерочки. Всего должно быть 3 коржа. Наши коржи готовы. Открываем духовку. Более глубокий противень загружаем на нижний уровень. И этот посередине. Проверяем наши режимы. Конвекция вверх-вниз. Температура 160-170 градусов. Следите за параметром вашей духовки. И выставляем нужное нам время. Нам нужно 6-7 минут. Начнем с 6 и дальше будем проверять. Наши 6 минут прошли. Смотрим, что у нас получилось. Верхний корж у нас немножко подрумянился, но этого недостаточно. Нижний у нас еще не дошел. Поэтому мы отправляем еще на 2 минуты допекаться верхний корж. Ну и будем смотреть, что у нас с нижним. Решать по ситуации. Наша восьмерка готова. Можно вот так на нее понажимать. Если тесто после нажатия восстанавливается, значит все готово. При желании вы можете подрумянить ее еще немного. Мне такой цвет, меня такой цвет вполне устраивает. Поэтому этот корж я достаю. Смотрим на это. Да, он у нас еще бледненький. Поэтому мы его на середине устанавливаем. Добавляем еще 3 минуты. Можно чуть-чуть поднять температуру. И допекаем. Наш корж подрумянился. Все готово. Проверяем нажатием. Все восстанавливается. Наши коржи готовы. Нам осталось дождаться их полного охлаждения. И после этого можно будет приступать к следующему уроку. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока.